друзья всех приветствую с вами интернет-магазин antelive.com и перед вами модель под названием gij4 c это модель на базе четырех ядерного процессора mtk 60582 это облегченная версия всеми знающими модель gij4s в принципе достойный вариант 140 долларов из наличия в украине приблизительная цена ему ну и собственно как всегда же you смартфоны мне очень нравится и как всегда буду хвалить это тот же gij4 с со всеми его достоинствами и опять же со всеми его недостатками которых можно пересчитать по пальцам на одной руке а то и меньше и так коробка вот такого образца по-разному бывают и же 4 с приходит в таких коробках значит комплект здесь минимальный это зарядка это юсб кабель также у нас можно докупить пленку к нему и можно докупить разных цветов бампер что из себя представляет этот смартфон по-прежнему эта модель 4 7 дюймов это очень удобный в первую очередь смартфон толщина его с благодаря тому что аккумулятор здесь 3000 миллиампер часов составляет около 10 миллиметров чуть чуть больше вроде бы 10.2 значит три сенсорных кнопки по-прежнему они снизу по-прежнему в том же положении по-прежнему они не светятся спереди у нас 2 мегапиксельная фронтальная камера датчики приближения освещения индикатор пропущенных вызовов или индикатор действия и разговорный динамик с этой грани у нас качелька громкости вверх-вниз наушники здесь кнопка включения выключения снизу у нас микрофон разъем для зарядки либо юсб и сзади крышка все та же soft touch пластик все тот же матовый пластик на котором практически не остается отпечатков пальцев на котором практически не видны потертости он очень удобен в руке это одна из немногих моделей которая действительно еще пока удобно ними пользоваться 47 дюймов дисплей значит что у нас под крышкой под крышкой у нас все тот же аккумулятор аккумулятор здесь на 3000 миллиампер часов две sim карты большая микросим и карта памяти 13 мегапикселей здесь идет камера и есть вспышка по поводу сборки в этом смартфоне не знаю для меня практически во всех параметрах эта модель является лучшей по многочисленным параметрам по сборке в том числе здесь нет люфтов здесь нет скрипов модель собрана довольно таки монолитно плотно как такой цельный брусок давайте зайдем в antutu посмотрим технические характеристики я вам по ходу рассказа технических характеристик буду рассказывать чем отличается эта модель от более старшего варианта же ю g4 с во первых эта модель четырехъядерная набирает порядка 17 18 тысяч более дорогая модель набирает около 30 и так 44 android там 42 мтк 65 82 процессор мали 400 там мали 450 hd разрешение экрана здесь IPS матрица здесь здесь о гс технология 13 мегапиксельная камера здесь все так же какие там так здесь идет один гигабайт оперативной памяти и всего лишь 4 гига встроенной памяти обращаю ваше внимание что пользоваться этим смартфоном нужно только с картой памяти почему потому что он не использует свои 4 гига для работы без карты памяти то есть если вам нужно сделать фотографию он запрашивает карту памяти если вам нужно скачать какую-то игру естественно он запрашивает карту памяти но зато когда вы ставите карту памяти он все свои приложения все игры скачивает на нее и полностью считает что это вот та память с которой нужно работать процессор здесь 65 82 с частотой 1 и 3 гигагерц здесь 10 точечный мультитач точно так же как и на более дорогой версии смартфона на же юджи 4s 8 ядерном по поводу датчиков что здесь есть у нас среди датчиков давайте смотреть здесь есть gps здесь есть вайфай bluetooth компас датчик приближения датчик освещения есть фонарик довольно таки неплохой есть гироскоп и смартфон поддерживает обращаю ваше внимание на то что поддерживает он от г кабеля то есть можно подключить мышку флешку клавиатуру и смартфон будет с ними работать например покажу вам как это работает вот сверху появится сейчас подготовка внешнего юсб накопителя отмена прошивка здесь 44 android я насколько понимаю что на новых гаджетах мтк 65 82 очень модно и стильно ставить 44 android она практически ничем не отличается от 42 которую мы ставим на же 4s она полностью на русском языке полностью переведена со всех сторон все менюшки все на русском с этим полностью все в порядке по поводу звучание как по мне то же ю в мире китайских недорогих смартфонов это эталон по качеству звучания динамика разговорного и микрофона всегда очень слышно отлично очень громко очень четко внешний динамик довольно таки неплох звук в принципе как и во многих других смартфонах особо здесь нечем удивляться ну вот я вам продемонстрирую запустим довольно таки громко все звучание в наушниках тоже как всегда уже и один из лучших среди вот бюджетного китая одно из лучших звучание в наушниках то есть басами довольно таки громкая я уверен что еще даже через инженерное меню можно увеличить эту громкость экран здесь 4 7 дюймов здесь hd разрешение дисплея здесь обе с технологии то есть без воздушных прослоек и айпи эс матрицы то есть максимально хорошие углы обзора давайте попробую вам продемонстрировать эти моменты легендарная картинка же ее gg3 убираем свет давайте вот смотреть углы обзора по диагонали уходит картинка в негатив но опять же это такое наблюдается практически во всем бюджетных китайских смартфонах за экран однозначно плюс мне нравятся очень яркие такие экраны именно же ее g4 у всей серии экраны как по мне это очень даже неплохие по производительности давайте продемонстрирую вам как запускается асфальт 8 по ходу того как будет запускаться расскажу напомню что здесь четырехъядерный мтк 6582 здесь гиг оперативки здесь hd разрешение экрана и мали 400 графический ускоритель а это такая связка технических характеристик которая позволит вам играть в любые современные игры пусть и не самое последнее пусть не на самых максимальных настройках но на средних вообще без проблем но и в абсолютное большинство на максимальных настройках вы будете радоваться и пользоваться своим смартфонам тесты я делал gps а почему-то в сети и ходят слухи о том что вот якобы очень плохой gps в смартфоне я если честно проблем никаких не замечал с 1 старт у меня занял около 30 секунд я считаю что это довольно таки хороший результат по поводу аккумулятора здесь 3000 миллиампер часов это одна из немногих моделей которая имеет во первых маленький размер экрана удобный для пользования и во вторых хороший аккумулятор вот на данный момент эта модель набирает 5719 баллов в программе antutu tester свыше четырех часов просмотра видео в ю тубе с максимальной яркостью со звуком с интернетом включенным естественно и вот я тестировал и остановился 100 процентов до 26 это у меня заняло 2 часа 7 минут это было epic citadel то есть это игра с включенным опять же вайфаем и исключенным максимальной яркостью и звуком то есть до нуля он бы разрядился там за три часа например и обращаю ваше внимание на диаграмму разряда смартфон разряжается стабильно нет скачков то есть прошивка с аккумулятором запилена достойно опять же не понимаю почему многие клиенты многие умники на форумах отзываются о том что якобы здесь плохая камера я считаю что камера здесь очень даже классная она снимает очень четко хватает резкости картинкам и вот фотографии при хорошем освещении вот картинка сдалека отчетливо видны все надписи макросъемка тоже отличная все детали видны то есть ну я если честно не вижу проблем за смартфон такой стоимости я считаю что это очень достойно вспышка тоже работает отлично в кромежной темноте с небольшого расстояния вот такого качества получается изображение то есть видео записывает формате full hd я эти все фотки выложу и сможете посмотреть в описании за камеру я опять же однозначно ставлю плюс мне камера нравится в этом смартфоне в принципе вот и все же ю g4 c это бюджетная версия этой модели это это этой линейки чем отличается вкратце от же ю g4 с ценой во первых цена отличается приблизительно в 600 гривен здесь 44 android там 42 но там тоже можно поставить 44 android это не принципиально абсолютно здесь в 1 гигабайт оперативки там 2 здесь 4 гига встроенной памяти там 16 8 ядер 4 ядра камеры одинаковые экран одинаковый аккумулятор одинаковый то есть автономность работы плюс-минус насколько мне помнится тоже одинаковый gps вайфай bluetooth все это работает отлично никаких сбоев у меня нет в общем эта модель для тех кто хочет немножко сэкономить но получить практически то же самое для современных игр что восьмиядерный mtk 6592 что бюджетный процессор mtk 6582 четырех ядерный будет вполне достаточно чтобы играть в любые современные игрушки принципе все как бы кому нужно полноценный обзор и же ю g4s восьмиядерного смотрим у нас на канале выложим для вас ссылочку обязательно подписываемся на наш канал подписываемся в группу ну и заходите к нам на сайт покупайте же ю g4 c спасибо всего доброго